Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилы. Сами я, Артур Идиатуллин. Базовая инфляция и личные доходы в США снова не оправдали ожидания в ноябре. Показали данные в пятницу. В связи с этим возникают вопросы к политике ФРС, которая, как кажется, теряет контакт с фундаментальными показателями экономики. На валютном рынке сейчас растет спрос на защитные активы. Иена и швейцарский франк умеренно выросли сегодня. Золото также возобновило рост, так как затухает инфляционное давление, инфляционный импульс через нефтяной рынок. И, соответственно, перспективы реальной доходности этого безрискового актива улучшаются. Торговые объемы остаются низкими перед Рождеством и падает спрос на риск. Активы на фондовом рынке готовятся зафиксировать худшую динамику, квартальную динамику с 2008 года. ФРС подняла ставку 0,25% на прошлой неделе, но сбавила прогнозируемые темпы повышения всего до 2, что усилило разногласия с рынком, ожидавшим прогноз на одно повышение в 2019. Регулятор проигнорировал усиление внешних рисков и слабость некоторых показателей экономики США, чем немало удивил инвесторов. Компании США и без того были осторожны в планах по капитальным вложениям на следующий год, и агрессивная политика ужесточения, как ожидается, еще больше отобьет охоту расширять выпуск. На прошлой неделе появились слухи, что Трамп обсуждает возможность отставки Пауэлла, но министр финансов США Стивен Ночин о проверках. Рынок бандов США постепенно принимает позицию ФРС, если взглянуть на доходность 10-летних облигаций, то видно, что после длительного снижения произошел рост до 2,8%, и сейчас доходность держится примерно на этом уровне. Тем не менее, фондовый рынок проведет остаток года в напряжении. Индекс волатильности ВИКС на прошлой неделе подскочил до 30 пунктов, сейчас он незначительно снизился. Приближаясь к февральскому пику, и тогда, рассуждая о февральском пике, всплеск волатильности тогда был быстро погашен, это вот можно видеть на дневном графике, сравнивая всплеск волатильности февраля и сейчас, он был быстро погашен по сравнению с декабрем, когда рост волатильности был более-менее устойчивым. Так как тогда всплеск волатильности произошел на том, что лопнул пузырь в деривативах, на рынке деривативов очень специфических, сейчас же позиция ФРС стала фундаментальной предпосылкой беспокойства в среднесрочной перспективе, которую рынок сейчас вряд ли возьмется оспаривать. Динамика фунта остается волатильной, так как план премьер-министра Великобритании не может найти сторонников как среди консерваторов, так и среди партии оппонентов. Мое удалось избежать отставки, так как вот недоверие провалился, но из этого не следует, что у премьер-министра появилось какое-то переговорное преимущество, поэтому пока риски для фунта смещены в сторону понижения, то есть повторного ретеста локальных минимумов, то есть уровня 1.25. По евро-доллару, как и ожидалось, увеличилась концентрация коротких позиций, если взглянуть на часовой график, то видно, что после заседания ФРС евро сначала вырос против доллара, но затем здесь начали скапливаться короткие позиции, так как планы по смене риторики ФРС не оправдались в краткосрочной перспективе и игра против решения регулятора сейчас не имеет пока смысла. Поэтому я сохраняю прогноз по дальнейшему ослаблению пары в сторону 1.13. Слабые цены на нефть усилят дефляционное давление для еврозоны, инфляция которой сейчас формируется преимущественно за счет производственных издержек предприятий, так как внутренний потребительский спрос пока что остается вялым. Поэтому в таких условиях сложно разыгрывать карту догоняющей ФРС политики ЕЦБ. Разрыв, скорее всего, наоборот, будет только увеличиваться. Цены на нефть смогли отскочить после периода сильных продаж на прошлой неделе, но укрепление вряд ли продлится долго, так как фундаментальных предпосылок к росту пока нет. ОПЕК понимает необходимость сокращения добычи для того, чтобы ослабить давление от перенасыщения, но в условиях возрождения американской сланцевой добычи, модернизации инфраструктуры по транспортировке, такие меры будут иметь краткосрочный эффект. Стран ОПЕК и Россия начнут сокращение производства в январе, и дальнейшая динамика нефти вновь переключится на изменение коммерческих запасов нефти в США. Число нефтяных вышек на прошлой неделе, на неделе оканчивающейся 21 декабря, выросло на 10 единиц до 883. На сегодняшний день...